Всем привет, меня зовут Томас Перри. Меня зовут Скрипа. Мы в Москве, у нас жара, поэтому на разборах мы выглядим просто как подыхающие курицы. И поэтому у нас шумно в микрофонах, потому что открыты окна, потому что жарко. Подвалы, чердаки, денчик открыт. Что? Сегодня мы разбираем песню, которая находится на втором месте в топе нашего голосования предложенных песен у нас на сайте. И это сам 41 with me. Прежде чем приступить к разбору, как всегда, посмотрите наш кавер. Обязательно его посмотрите, потому что на взгляд он неплохо, вроде как, удался. И это все, что мы хотели сказать. Теперь приступим к разбору. Это был самый сильный бросок, который был вообще когда-либо. Лох. Это был даже не бросок. Сейчас мы разберем основную ритмическую партию, которую играет Дерек. Мы зажимаем квинт-аккорд ми. И играем его таким боем. Мы играем вниз, вверх, вверх, вверх и вниз. И после этого играем вниз, вверх, вниз, вверх. Получается. После этого мы первый палец переставляем на седьмой лад шестой струны. Остальные два остаются там же. Пятую мы глушим первым пальцем. Играем таким же боем. После этого мы второй палец ставим на девятый лад шестой струны. И играем точно таким же боем. Пятую струну мы глушим. Затем мы играем пятую открытую и четвертую и третью струну на девятом ладу. Шестую мы глушим. Получается. Перед припевом мы играем четыре аккорда точно такие же, только немножко их переставляем. То есть изначально идет на шестой струне девятый лад. Потом пятая открытая. Затем ми. И переставляем на шестую струну седьмой лад. То есть у нас получается. Припев мы играем квинт аккордами. Первый квинт аккорд у нас до диез. Второй ля. Третий ми. Четвертый си. Играем его точно таким же боем. Квинт аккорд си мы играем ударами вниз и три раза вверх. После этого идет переход к первому аккорду. Мы зажимаем пятую струну на третьем ладу и четвертую струну на шестом ладу. И играем точно таким же боем. У нас получается. Все вместе у нас получается. Эту партию мы играем два раза и в конце еще по одному разу играем квинт аккорд до диез и ля. И у нас получается так. После этого мы играем снова квинт аккорд ми два раза. Первый раз мы играем вниз, вверх, 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 вниз. И протягиваем до конца такта. Второй раз мы играем вниз, вверх, вверх, вниз. Еще раз вниз. То есть у нас получается. После этого снова играем куплет и припев. И после второго припева мы снова играем квинт аккорд ми два раза. После этого начинается бридж. В бридже мы начинаем с квинт аккорда ля. Играем вниз, вверх, 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 вниз. Обрываем. И потом у нас пауза до конца такта. Потом точно так, что мы играем квинт аккорд ми. Потом основным боем мы играем квинт аккорд ми. И делим такт пополам между квинт аккордами до диез и си. Играем каждый аккорд вниз, вверх, вверх, вверх. У нас получается. Второй раз мы квинт аккорды ля и ми играем основным боем. То есть у нас получается. Сыграем два квадрата медленно. Эти два квадрата мы играем еще один раз. То есть два раза два квадрата. А? Итого четыре, да. Затем мы начинаем играть аккорды куплета. И впоследствии у нас поется куплет. Заново. Что в принципе логично. Последний аккорд мы играем один раз. И тянем до конца такта. После этого начинается припев. Мы играем припев стандартно. В конце также играем эти два аккорда. То есть у нас получается. Тейграем припев второй раз. И заканчиваем на квинт аккорде ми. Все. Теперь давайте с вами разберем лидирующую партию гитары. Она на самом деле не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. В начале песни и на протяжении куплетов мы будем играть те же самые квинты, которые показалось клипа. Только мы будем играть их перебором. Зажимаем квинт аккорд ми и делаем два удара по пятой струне. Затем мы дергаем четвертую, пятую и третью. После этого мы передвигаем первый палец на шестую струну, седьмой лад. Играем тем же самым ритмом, только вместо пятой мы дергаем теперь шестую струну. И добавляем еще один удар по четвертой струне. То есть у нас получается. Затем мы ставим второй палец на шестую струну, девятый лад. И играем точно так же, как первый аккорд ми. После этого для двух первых ударов мы будем использовать открытую пятую струну. Дергаем четвертую, еще раз пятую. И вот здесь под самый конец мы убираем четвертый палец. И ставим второй палец на восьмой лад, третью струну. Играем третью струну на восьмом. Затем возвращаем четвертый палец, играем девятый лад. И снова четвертую струну на девятом ладу. Все вместе у нас получится. Так мы играем два раза во вступлении и четыре раза в куплете. После этого наступает так называемый прихорус, где мы играем то же самое, только мы начинаем не с аккордами, а с шестой струны на девятом ладу. Затем у нас идет пятая открытая, только мы не будем играть вот эту концовку, а сыграем точно так же, как обычные аккорды. Затем ми. И шестая струна на седьмом ладу. То есть вместе перед припевом мы сыграем. После этого идет припев, где мы играем точно такие же аккорды, как показывал Скрипа. Только есть один момент. Если вы играете в две гитары, я бы посоветовал вам брать аккорд ми не здесь, а вот здесь, на октаву выше. Тогда звук в этот момент будет более плотным. После припева идет два такта перед вторым куплетом, где мы играем просто. То есть в том же самом ритме, только аккорд ми. Затем мы играем второй куплет, где играем то же самое. Только в самом конце, когда мы поменяли расположение аккордов, мы сыграем с приглушением аккорды припева. Затем играем припев и начинается бридж. Бридж мы будем играть с серф аккордами. Для тех, кто не знает, что такое серф аккорды, вы можете посмотреть наш специальный видео урок. Но по сути это те же самые квинт аккорды, только без одной струны. Начинаем мы с серф аккорда ми. Все серф аккорды мы будем играть ровными ударами вниз и вверх. Единственное, что будет меняться, это расположение аккордов. На аккорд ми у нас приходится семь ударов. Затем один удар по аккорду ми бемоль, то есть мы спускаемся на полтона ниже. И возвращаемся снова в серф аккорд ми и играем его шесть раз. После этого мы передвигаемся на тон выше и играем два раза серф аккорд фа диез. После этого мы играем восемь ударов по серф аккорду фа диез. Затем по два удара серф аккорд ми фа диез. После этого мы играем серф аккорд соль диез шесть ударов. По два удара фа диез, соль диез, фа диез. И снова начинаем с аккорд ми. Все вместе у нас получится. Здесь идет не стонатный размер, четыре удара. Раз, два, три, четыре. А идет три удара. Раз, два, три. То есть тадо, тадо, тадо. Это один такт. То есть запомните количество штрихов на каждом аккорде, но постарайтесь сыграть это в быстром темпе, чтобы почувствовать такт. И если в этот момент кто-то поет, обязательно ориентируйтесь на вокал, потому что мелодия вторит вокальной партии. Затем мы еще раз два раза проигрываем куплет, только на последнем аккорде мы делаем паузу и играем припев до конца. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мы надеемся, что вы не считаете, что те, кто не имеет страницы ВКонтакте, те не дебилы, потому что все остальные считают, что те, кто не имеет страницы ВКонтакте, те дебилы. И еще мы надеемся, что у нас есть твиттер, это так слово вдруг че, вот, потому что там мы тоже выкладываем что-нибудь интересненькое, и я надеюсь, что Скрипы что-нибудь добавят к моей речи по надеюсь. Мы очень много надеемся, поэтому надеемся, что вы надеетесь. Но самое главное, что там надеемся, что когда-нибудь его развернут. Ой, бабочка.